я вас приветствую друзья у меня это видео сегодняшнее несколько спонтанная вышли на связь родители дмитрия новоженина крайне им благодарность сочувствие и глубокие соболезнования я выразил и от вашего имени от своего ситуация у них очень тяжелая они нуждаются в поддержке в плане распространения информации я думаю здесь очень важно очень еще раз повторяю важно не дать положить это дело на полку потому что ситуация действительно подсказывает что по всей видимости здесь присутствует криминальная составляющая на мой взгляд она явно видно и сейчас вы прослушаете мою беседу с родителями и из нее все поймете ну давайте начнем наверное самого тогда начала в общем как пришел я так понимаю со школы да и пришел не со школу давайте вы сразу очень говорите я по если что мы расскажем как все было в этот день давайте так давайте лучше вы в тот день он школу не ходил он с папой поехал к врачу то есть он приехал от врача мы ходили дерматологу нам снимали этим соскобы у него пятно глазом и снимали соскобы анализы брали домой они приехали около двух часов ну буквально он дома посидел дома вроде даже может быть и папу покушал меня дома не было я как раз была с маленьким мы скажем так что у нас дома стоят видеокамеры мы для безопасности детей у нас были случаи что нам не объяснить было откуда там маленький руку сломал мы камеру поставили у лифта коридоре в холле где выход двери на кухне опасное место у маленьких в комнате мы точно видели когда он выходил да то есть он вышел из дома в 1430 это мы зафиксировали на камере то есть вышел он хорошем настроении да то есть мы готовились к празднику день рождения старшего ребенка как вы и знаете это были два брата неразлучно они в одной комнате жили и на день рождения он всяко всегда приходил и ждал его он меня спросил что когда будем день рождения ему сказала серёжа придет и будем отпраздновать день рождения как я дню рождения приду все буквально пару часиков отпрашивался дима не уточнял куда именно просто пойду всегда гулял недалеко то есть он не уходил и место гибели недалеко туда и всегда на связи был то есть он всегда звонил да там даже если вот я вижу что он задерживается да он звонил и говорил что мама я задерживаюсь вот уже рядом скоро буду локацию невозможно было сразу опережаю ее невозможно было как вы говорили куртки и телефона при нем вообще не нашли его не по локации телефона а нашли его недалеко от последнего места обнаружение камеры потому что они прослеживали его по камерам вот и мы сейчас все смотрят они увидели в новой деревне последнее обнаружение камеры и вот в том месте они его искали вот вот этот квадрат но вот вы там смотрели там смотрела по одно ваше видео где вы пытались а по карте показать где его нашли вот по лесной улице да вот вам нужно было наоборот вниз идти найти муринский мост но я вам скидывал это место да и прямо напротив муринского моста получать муринский мост прямо напротив там ночью я там лично все облазил ночью фонарей дорожных нет камер нету вот этот кусок глухой там заброшки стоят и частный сектор такой и муринский мост это вот получается если смотреть на карту он туда вот направлением да получается цветной город цветной город у нас есть от новой охты вот пескаревки но муринский мост там очень хорошо видно я на нем стоял посередине и как раз смотрел на это место ген нахождение дима а вот эта информация 100 его видели в марсрутке она у него не было проездного с собой во первых если бы он куда-то уходил и он попросил бы у нас денег он ушел без денег без проездного только с телефоном и наушниками все и он бы отпросился он бы предупредил что я хочу съездить туда-то туда-то вы поймите мальчик он но он культурный он знает что мы беспокоимся и мы знали что он рядом если он куда-то хочет он звонит но вы живете вот этот микрорайон новая охта полная новая охта то есть это правильно место у вас определено он отпросился на пару часов погулять должен был вернуться он как я так понимаю вы забеспокоились уже в шесть часов вечера до я ему пыталась позвонить то есть он мне в тот день уже не звонил да то есть я не он звонил а я пыталась ему позвонить уже беспокоились да но он не ответил уже телефон был выключен то есть в 6 часов вечера уже был телефон выключен а почему поиски начались судя по информации лиза алерт на их форуме в 9 утра на следующий день вот это уже мы не знаем хотя мы подали 29 нам милиция и следователи здесь всю ночь сидели и после когда мы подали заявление они сказали с номером этим заявления звоните в лизу аллер без этого номера лиза аллер не работает вот и смотрите и мы позвонили это было ночью было 20 чем-то девятый час вечера был дамы сначала сей ну как бы ох ты искали собрались добровольцы пытались и сами найти его я все уже восемь часов вечера и нам его не найти мы позвонили в милицию к нам милиция пришла только в одиннадцать часов вечера ничего не сказали ждите а все объяснение писали по сто раз одно и то же только писали объяснение не дети не спали то есть они обыскали тут всю квартиру там изъяли все его вещи там школьные там ноутбук видео у нас регистратор все изъяли а что они искали подозрение на 100 у них было зачем ноутбук она не видимо порядок у них такой мы не знаем мы им все днк у мамы взяли ну вот носки грязные взяли вот кружку щетку там зубную но все а собака была собака собака у нас была давно вы наверное нет 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 про другую а у них поисковой собакой были что у них только было писанина да изъятие писанина все а лиза алерт понятно она ночью получила сигнал и наверное с утра начали работать мы они обыскивали это место или не обыскивали где был он потом найден графе высылал по почте они на нашем берегу на том берегу информации нет но водолазы были его бы видели река в то время была шире воды больше и он лежал у самой воды можно сказать без курт и без телефона его бы увидели если бы он был хоть чего-то живой ну хоть руку там пискнул бы но услышали бы водолазы там были же и в том месте ходят собачники гуляют то есть собаки будут чувствовали бы а с той стороны где его нашли там не очень понятно там далеко жилы дома или что-то за полоса там видно войну было там вот я был там с двух сторон идет колючая проволока вышки стоят рядом где с димой нашли шалаш где удобнее ему было бы переночевать и в пленку даже закутаться раз он без куртки теплее было бы он не в шалаше даже был там шалаш самострой такой с палетами внутри я вам не высылал фотографии этого шалаша еще нет но насколько близко вот шагов ну 10-15 даже повыше по суше ну я почему спрашиваю просто вот хотелось бы понять вот поиски начались прошли это место или не прошли в плане сами понимаете что я да вы же предполагаете и я честно сказать сторонник вашей версии что его все-таки подкинули что его там изначально не было но вот могли ли там все-таки обыскивать вот лиза вертакой бы она действует дронами как мне сказали вот еще дронами дронами лес в то время не густой там чё зелень нету увидели бы и там не то что лес там его лесом назвать нельзя то есть там видно жилые дома наши дома даже там видно там свет кругом городской я вас понял орал бы там спасите помогите ну я про это и говорю но если ну как идти даже не можешь но покричи действительно кто-то наверное услышит а уж выйти-то сил то должно было хватить молодой организм я не был я со всех сторон это вместо все облазил и с нашей стороны и с той стороны где его нашли взрослый не может туда попасть туда надо обходить по камерам она идет в одну сторону а попасть удобней с мурина в обратную сторону где я попадал там минут 20 ходьбы по лесу а через реку через реку только лодка я вам переправу единственную возможную разрушенную прислал фотографию ну там я был невозможно перейти переплывать там только переплыть зачем ему это надо в одежде плыть куда-то может убегал все-таки кстати вопрос и давайте я сразу ну может это предположение насчет убегал я хочу продолжить вот эту мысль вот этой записки она действительно существует или это опять мы очень внимательно рассмотрели это какая-то этикетка чего-то это надо следователь заставить ее под микроскопом рассмотреть там и водяные знаки есть бог это на какой-то этикетке написано это записка записка да и почерк да то есть я как мама я могу сказать что это его почерк но экспертиза мне как я понимаю не собирается даже ее делать вы понимаете вот это дело передали области из города завела-то город еще дело даже до области не дошло они же мы ты его нашли в области получается в каком-то метре область получилось и дело взял границы города оказался за рекой это уже область хотя это видно это все и и получается я почему и хочу сказать но если это его записка он это написал спасите от алкаша может он все-таки убегал от кого-то и сейчас честно скажем все камеры просматриваем сами потому что то что следствие не работает если бы он убегал бы он не побежал бы в лес бы он побежал бы к людям он мальчик умный он там смотри может безысходной ситуации было нет я могу его признали я просто вот мне залка далеко уфа все-таки до вас бы доехать посмотреть когда там смотрели повторной экспертизы у нас было сказали что запах химии как у него химия да запах химии у него вот эксперты сказали что запах идет какой-то химии вот я так понимаю никаких признаков употребления наркотиков у него никогда так вот я вам руку его высылал как там на укол похоже алексей я вам ну как бы сказать я сам никогда не колосса не употреблял слава богу миновал этого дела я хочу вам объяснить но я знаю что есть несколько мест куда бывает колец наркоманы самые распространенные здесь поэтому это всегда видно и часто бывает прячут колется вот здесь вены есть можно на руку и еще колется на стопах насколько я знаю прячет вот нас на ногах на стопе тоже могут быть какие-то как бы укола там или может это царапина но нам сказали что это от уколов на руке но это вот могло быть вены могло именно в вену вот здесь вот часто но мне самому капельницу ставили как у меня плохие вены а вы его туда ставили на руке его синяк ну синяк вот здесь вы имеете это как будто бы он бился обо что-то стучался наверное просто это жизнь на другой руке такого нету вы еще понимаете вот судя по фотографии где вот он лежит вы ковролин говорите да мне показалось линолеум именно ковролин точно но не линолеум это что-то старое наподобие ковролина просто это взялось непонятно обычно это где-то в старых садах может быть на на нашей стороне я вот похожий ковролинчик сфотографировал вот похоже с этой стороны я там закрыто и не очень понятно такое ощущение что он лежит на спине на этих бревнах как нет нам сказали что человек сам укрыться так не мог нет я про другое говорю если он лежал на спине вот вы когда мне прислали фотографии которые вот там нога видна у него и вот у него видно что с внешней стороны нагиб я пятна ну вот не хорошее слово не люблю я его трупные пятна это обычно когда человек лежит на боку то есть если на спине то должно быть на спине а у него я смотрю вроде как на ноге сбоку видно ну да так вот он лежал на боку когда погиб вот поэтому я и спрашиваю его нашли на спине или на боку вот мы я вот там был только на нашей стороне когда его мчс с лоски при притащила я только был на нашей стороне просто вот там фотография которого есть фотографии откуда она взялась кстати непонятно это кто поисковики скинули наверно телеграм-каналу match вот он там видно его коленка и видны волосы и по ощущениям он лежит на спине да как будто бы если он на спине а пятна сбоку то вот я просто вы там чуть-чуть мне фотографии выслали вот было бы вот это важно уточнение если у него пятна все сбоку значит он изначально погиб на боку а не на спине имеет тоже значение следствие там следы вообще не искала если он топтался там в поисках выхода должны быть какие-то его протекторы чё-то хотя там снег вода была с вами потому что если он пропал 29 марта нашли его 5 я так понимаю апреля 3 дней когда третьего 3 я неправильно почему-то меня пятого в голове но там же как бы сказали что якобы погиб он не раньше не позже первого апреля то есть второго ориентировочно ну это вообще какая-то ерунда получается точную дату нам не говорят человек когда лежит поэтому даже можно определить сколько он там пролежал нам сегодня сказали опера да да то есть этого тоже не было углубление идет чем должен лежит предмет тем она больше углубляется вообще и говорю судя по вашей фотографии не получается что он умер на спине вот еще в чем подозрение вот надо бы это понять понимаете вот когда человек вот он погибает у него кровь стекает вниз лежащей области и там образуются пятна на боку значит они все на боку на животе на животе то есть вот это четкое определение вот поэтому важно понять как он был а я что-то вот мы все следствие 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 а следствие на вообще сейчас в каком стадии находится то есть они закрыли все уже они ждут экспертизу и когда им придет дело которое может в течение 30 суток к ним идти с города а сейчас идет судебно-медицинская экспертиза ведет исследование вот они медицины или исследование не знаете вы не уточняли из-за первый раз нам это сам в экспертизе когда первая балака от которой кстати уже все уже и отменили аннулировали аннулировали там хотели мне сразу его вещи отдать спрашивали вы заберете вещи или они у нас будут лежать я конечно сказал у них это представляете они хотели мне эти улики отдать просто чтобы я их забрал домой а удачи у них уже было какое-то определенное в голове несчастный случай сам ушел там замерз а вот а вот сейчас они эти вещи взяли на экспертиза повторная уже хоть а так бы их домой забрал что они сняли все то есть они ту первую экспертизу аннулировали пол у него изъяли кость из руки у него какой-то там переломчик интересный был но я видел заслета место да то есть подозрение на перелом или точно перелом но у нас изъяли медицинскую карточку но мы знаем что не никаких переломов жизни не было вот откуда там что взялось вот они будут узнавать судя по фотографии там я не видел кровоподтека перелома как-то все равно наверное ну хотя может трещина но если на этой же руке у него и синяк и как вы говорите перелом правая рука ну как то он у нас левша то есть я хотел сказать может он отбивался а вы говорите левша у нас защищался вот так вот ставить руку то как раз получается удар вот в эту область синяк вот у вопрос начинать если даже он первого числа погиб где он был с 29 30 31 по 1 не не 31 по моему подождите 30 марта 31 31 31 да но я могу извините а ты говоришь а 30 я понял тогда вот а у нас еще 31 число я да я уже видел сказал 34 а я вот тоже заметил но это еще меняет это еще за ковролином туда они же ковролин там оставили аж туда лично на лодке плавал из этого около моста вот как напротив я по течению как раз ровно приплыл к его место гибели от меня отнесло лодкой именно вот в это место то есть есть все предпосылки предполагать что он где-то погиб его просто скинули в эту реку и принесло течение даже далеко не пытались боя торопились или чего просто бросили накрыли и убили уплыли быстро и это только ночью могло как там темень там не камер не душ мы вот на лодке это делали 8 часов вечера нас никто не видел а сколько времени вот ну если напрямую даже предположим через реку от вашего дома до вот этого места 20 минут пешком то есть ну опять не получается то есть 29 он уходит 30 31 где-то пропадает первого вроде как гибнет странно а вот эти дату смерти ему установили третье число третье даже третье ему дату смерти установили третьего но это странно у нас сегодня лаборатории очень много ну как бы ну судмедоэкспертиза не стоит на месте по моему они более-менее точно могут определить третье это вообще непонятно то есть он получается он где-то отсутствует потом там появился но вы говорите что лиза алерт уже искать то начали лиза алерт у нас вся новая охта искала его с 29 сразу как я маякнулась у меня ребенка нету дома все родители с кем он учился потом и другим маякнули то есть его вся охта искала и со своими собаками искали и те места где его нашли пролазили не было его там увидев даже люди сказали мы это увидели бы вот где его нашли его вы там увидели люди которые да и кто-то даже был в том месте даже кто-то писал но я не помню что они проходили и видели этот ковролин он то есть дима тогда еще не было и ковролин там вот этот вы увидели этот ковролин просто в том месте есть люди которые могут подтвердить и сказать что они проходили ну по крайней мере рядом с этим местом недалеко и вполне бы его увидели если бы он там находился то есть наук но там же я за уже правильно предполагал заблудиться во первых украины возможно невозможно там сразу же видны наши дома нашу нашу охту сразу видно вот эти цветные высокие дома видно там нету этих высоких деревьев да вот как можно зайти в лес там в чаще и заблудиться нет я про это и говорю а ретировку потерять и ничего не увидеть то есть там видно нет единственный вариант я говорю я все облазил и стоить с этой стороны его не могло там быть там взрослый человек туда не попадет да и сам бы ребенок туда бы не попал в другую сторону а заход в эту чащу с мурина совсем с другой стороны но тогда у меня все равно извините за вопрос следы какого-то насилия на нем не было обнаружено да вот только то что у меня вот есть фотографии синяки и все а такого до сайте на синяки живого удушья еще смотрят потому что есть не только можно удушить веревкой можно еще пакетом и подушкой это еще все проверяется но явных нет насильственных действий тоже нам вроде сказали не было сексуально что нашли он очень истощенный губы у нее треснуты я вот думаю может это обезвоживание у него было кто-то его держал без еды без воды ну вот судя по вашему рассказу и по картине которое мне представляется так вот конечно все равно это на расстоянии но да я с вами согласен тут на мой взгляд все предпосылки похищения и потом последующий может быть он откуда-то убежал может быть его кто-то похитил он сумел убежать сумел заодно где-то за кстати как написал записку вы не предполагали ну у него ручка была с собой видите ли записка тоже очень интересно человек в стрессовом состоянии будет точки и восклицательные знаки ставить но восклицательные может быть а точки точки нет конечно спокойная запись тогда но на его почерк похоже то есть вы можете тут можно предположить что это отвлекающий маневр что ли от кого-то может вот такое такое какое-то вы знаете ну как бы ощущение что он где-то был откуда-то убежал и его все-таки догнали вот вот было такое да и нам это вот мы честно скажем с ясновидящими они тоже так предполагали что он убежал а его опять вернули то есть уже просто чтобы не рассказал вот именно вот из-за этого они поняли что его ищет им выбора не было им только избавиться от него оставалось может они этого не хотели но когда поняли что далеко зашло это кто-то рядом вот у нас где-то рядом и мы вот это социальный район здесь очень много детей здесь государство многодетным выдавало мы тоже многодетные нам государство дало квартиру четырехкомнатной и здесь много таких и детдомовских и многодетных и здесь много детей если это гад живет среди нас то следствие нельзя останавливаться я вот только из-за этого вы понимаете я уже вот но вы наверное заметили может быть у меня канал такой специфический в этом плане я уже вот влада бахова почти два года изучаю я вам хочу сказать что следствие работой да и раньше так работала не в том плане что вот им вот не хочется находить кого-то им просто порой они по упрощенному пути идут это и не только у нас то есть есть возможность писать на несчастный случай лучше списать на несчастный случай меньше работы а это факт это к сожалению факт но я не знаю если у вас все-таки постараются списать на несчастный случай я честно сказать я удивлюсь но у них большая проблема мы прокуратуру уже все там контроль от прокуратуры городской идет бастрыкину мы написали свои связи какие-то хоть подключили там и с другой стороны все-таки будут это копать мы все видео все просматриваем сами его путешествие все эти все смотрим сами направление вы говорите понятно куда он шел что в том направлении там ничего может быть там какие-то жилые дома или еще чего-то там школа в том направлении где он учится а вот за этими площадками вот там кольцо автобусной остановки моринской дорогой и за ней вот как раз вот это начинается зона отчуждения заброшки и непонятные люди там живут какие-то а чем туда мог пойти то вот этот вопрос меня тоже по видео видно что он не торопится он до этого места шел 50 минут хотя эти 20 минут он гулял не торопился если бы он с кем-то встречался он бы быстрее шел а телефон не пытались определить местонахождение по локации не определяется даже до сих пор не определяется полиция пыталась да и мы сами сейчас по номеру у нас официально куплен телефон по номеру айди этого телефона пытались но он должен быть включен чтобы его хоть найти то есть он выключен да выключен детализацию сразу взяли все ничего там в контакте у него пусто а последние звонки куда непонятно ничего такого нету ничего по детализации но ничего такого только наши вот вечером звонки сообщения наши то есть он вышел никуда не звонил ничего ничего по детализации вообще нет ничего а вот там встречи люди какие-то наблюдательные видят что он там в торе в черном интернете сидел но якобы да это что там такое вы знаете у него в это время были наушники это музыкальная любая заставка могла быть похожая на цветовую гамму тора я сам сначала себе этот тор я посмотрел да похоже там чё ты по его видео такой же да но и музыкальных заставок много с такими же у меня наушники не про это я про то что а нельзя по каким-то образом посмотреть вход телефона там какой-то сайт или еще чего-то такой нет возможно сайта мы его аккаунт заходили во все эти приложения моего все все его скрыли все аккаунты историю все там ничего такого нету втором налазить я думаю в лифте вряд ли вот ночью там с братом может быть ради любопытства может быть могли а в лифте он музыку слушал я не в плане наркотиков нет я уже не про это я в плане может с кем-то общался вот этой программы тора да эта программа у него в телефоне не было потому что мы проверили через приложение какие вообще него приложение были установлены именно этой не было у него для связи была другая программа через надо как-то называется но я сейчас тоже не готов ответить надо 20-то чистый мы же все вот мы желали мы в его и контакте сейчас его цапки все проверили то есть никаких общений ни с кем то есть это могла быть чисто случайная встреча это на кого-то он нарвался может из даже из-за телефона дорогой телефон дискорд а дискорд дискорд да есть такой мессенджер есть есть на я даже пытался где-то вставить у тебя но я им не пользуюсь я думаю что он просто не в то время не в то место попался какой дорогой смысле как дорогой для ребенка 20 тысяч дорогой ну да 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 у меня дешевле ну согласен согласен то есть это я просто к тому что может быть были какие-то контакты но опять не получается то есть это чисто случайно у него друзей в школе было пару человек он должен был во вторник пойти в школу да и он своему лучшему радио другу родиону однокласснику да они очень дружат сказал что я во вторник приду в школу мы с тобой встретимся но все понятно я не знаю сейчас давайте вот я это видео обязательно выпущу конечно своим подписчикам попрошу чтобы они пространили это все надеюсь все таки средстве экономитет отнесется к этому более тщательно будем стараться если вдруг будет необходимость я надеюсь вы готовы дам прямой эфир совместный провести на связи всегда мы сейчас поняли что надо шумиху делать ну желательно давайте я сейчас попросу своих тоже зрителей подписчиков но я наверное сегодня уже а может и сегодня сейчас успею это видео выложу но и завтра еще об этой истории какие-то видео как я на лодке туда плыву вы пишите я вышлю но если все какие фотографии есть я буду крайне благодарен ну какие можно конечно публиковать которые я публиковать наверное уж не буду ну те вот с уколами и синяками спасибо вам еще раз огромное я рад рад помочь как могу будем предположить да вот откуда вот эти идут как называется укола до точки мы предположить что его там насильно просто держали чем-то кололи потому что смотрите я не знаю как вы относитесь к экстрасенсам да но факт того что когда дима пропал да и мне стали звонить экстрасенсы и папе стали звонить да и люди которые находятся абсолютно в разных местах говорили что ребенка удерживают насильно и он находится ему дают это то есть не в понимании то есть каком-то дурмане то есть ему что-то вот у него то ли вливает или еще чего-то наркотики то ли какие-то это понятно я я согласен кстати скорее всего так и все похоже потому что еще раз я уже предположил и еще больше убеждаюсь но не мог он был сдать там три дня в этом местности просто просто боялись его уже отпустить чтобы самим неси я могла бы поверить если ему было бы пять лет это высокий мальчик сто семьи высокий мальчик физически крепкий мало того что он умный мальчик даже если бы туда невозможно даже пройти от кого-то убегал он побежал в ублюдное место либо это у запроса безвыходное положение только туда либо он туда а там было много вариантов жилого комплекса можно было в любое место побежать нет туда его точно или туда его перенесли уже мертвого да или туда его перенесли уже без сознательного состояния вообще без сил ну сам он там блуждать однозначно не мог это никак не получается это какая-то его нашли а на нем была чистая обувь то есть кроссовки были чистые даже были видны вот эти протектора да а папа туда ходил вместе с другими людьми в сапогах у них сапоги были грязные оставить обувь ходите оставить обувь чистую это нереально но тогда же должны быть следы вокруг него но принести принести за не могут бесследно как-то должны натоптать были это же должно было быть видно кто-то пришел и ушел этого места они же нашли еще перед тем как эти криминалисты и все остальные пришли да но что они там поисковики уже как там натоптали что там уже ничего было смотреть но у меня сложное отношение к лизе alert они там на меня и так он на обижаются я наверное лучше не буду сейчас комментировать хотя это конечно печально печально сидом действительно не так натоптали но могли бы хотя бы сами его увидите заметить ну да наверное сейчас не с кого спросить не реально вот реально 29 числа и по третье число недалеко от дома найти но они тридцатого искали тридцать первого искали тридцать первого искали смотрите первого числа а сейчас скажу с первым второе до с первого на второе там было вызывали этих мчс ников вызывали вот как раз второго числа до днем второго числа с первого второе второго росгвардия была то начало 300 было были собаки были да то есть вот этот участок весь по нашей стороне водолазы плавали там искали там мало ли он утонул да еще что-то на лодке они на тот берег переплывали это точно зачем он тогда лодка вопрос да то есть проискивал вам пришлем фотографии где вот это целая рота стоит вот этих солдат папу тогда оттуда сразу выгнали когда ли нечего на это все смотреть даже в тот день 2 числа его не нашли хотя вот они вот вот эти места не вот именно там были они проискивали еще бы это вот солдаты и собаки которые обученные собаки да не могли бы найти ну должны были найти но даже вы заговорите на лодках они плавали раз они плавали но там река я так понимаю но не настолько широкая что не заметить что-то там подозрительно 15 может быть надо стать и будет замерить метров 15 ну росгвардейцы они со зрением у них должно быть все хорошо и запроверяют моя грунта давно должны были наверно увидеть вот лежит на самом деле вы увидели даже вот мы ходили с этого берега да мы видим то место где ребенок лежал прям с берега видно с другом ну если ориентироваться на ваши рассказы тут вообще получается что даже если он погиб 3 то 3 его туда и подкинули и факт того что смотрите у него это то есть не у него а там на том месте да как папа сказал там есть шалаши то есть если бы ребенок был бы жив ребенок бы пошел в шалаш ну логично да да чему тут вот и в тот где в ту ночь шел дождик правильно чу его подождем лежать если он пошел бы вот в этот закрытый шалаш сделал сам хорошо это что мне ветры не дует ничего ну понятно я надеюсь что вот это все аргументы будут восприняты следственным комитетом надеюсь они отнесутся к этому адекватно потому что странно предполагать что он там действительно вот сколько в очереди 30 31 1 2 если вы говорите 3 но 5 дней он там бродил по моему это решил дай-ка я в день рождения брата пойду погуляю поборожу и лягу и замерзну но это как-то нелепо выглядит однозначно то есть то есть явно присутствие еще кого-то явно чьё-то влияние какое сказать сложно если есть это действительно следы от уколов но вы за этих точек раньше у него на руке наверное не наблюдали вот этих это вот сейчас когда его нашли нет не было судмедэксперты никак вам не объяснили что это такое что их еще это они на это вообще первый судмедэксперты на это внимание даже не обратили это уже когда мы уже комит назначали независимую экспертизу вот независимая определила вот это все да и их шесть мотива у них у него сужены зрачки зрачков не должно быть то есть у них наоборот к если человек умирает своей смертью да без у него жвачки расширяются наоборот но мышцы расслабляются там понятно вот а у него наоборот сужена тоже есть какое-то да да есть признаки моему признаки подозрительные есть и прям на теле есть и расположение пятен но у нас нет расположение тела но я еще раз говорю у меня есть подозрение что погиб он на боку вот есть такое впечатление они на спине какие-то точки я говорю еще раз очень надеюсь кто следственный комитет ну как бы не положит это на полку и не будет тянучку затягивать чем быстрее тем раньше все это начнет расследование правильном направлении но им сейчас не знаем сейчас сложно ведь тут надо определить сам место его и исчезновение вот чем проблема то а вы говорите вы сами камеры ищи смотрите никто не смотрится сами камеры просматриваем того же как они просматривают я знаю на эктожеление по другим делам это часто что камера просто игнорируется вот определить бы вот интересно я не знаю папа говорил или нет на следующий день то есть 3 его нашли до около девяти вечера на следующий день 4 числа папе пришло сообщение вконтакте вам вышли его до что твой это рядом с фотографии как погулялась двадцать девятого ноль третьего дима как погулялась двадцать девятого ноль третьего и внизу ну там гадость я вам вышлю да там там он сдох в общем что-то такое говно в общем не очень приятное сообщение было и следствие даже за это не ухватилась а кого сообщение непонятно артем самулов такой великий у нас есть но вы его знаете нет я его теперь знаю не попытались как-то выйти на контакт знаете такие это больной человек наверное чё с ним выходить это следствие должно его отслеживали это должна заинтересоваться и пообщаться вот ничего пока или они нам не говорят может быть они что-то и делают но следователь молодой нет вы поймите следствие обязанного ставить в известность то есть вы и не имеете права разглашать адвокату даже ничего не говорят дело не пришло еще все а у вас адвокат есть да есть есть на общественных начал хорошая женщина очень хорошая она просто от души помогает у нее своих дел навалом но ее это тоже затронуло так же как и вас ну это важно-важно потому что твой жалкий сын сдох собаки собачья смерть чего же ты раньше его не прихлопнул ну вот и сдох а ну вот и сдох жалкий выблюдок из дома вышло говно и как я на это отвечать буду и папа и пропала она вот когда вы только нашли я должен отвечать и смотрите и здесь идет он прислал ссылку да я нажал ну как бы посмотреть набрала что это за ссылка и по этой ссылке идет сплошная порнука для чего он это прислал да и вот с такими он больной говорят есть такие люди которые от этого тащатся но этот люди как бы я не могу комментировать цензурно не цензурно не хочу замысл тут конечно лечить надо каким-то образом ладно но полиция надеюсь на это обратить внимание потому что с этим человеком однозначно надо пообщаться может быть больной может быть действительно что-то знает но каких-то врагов у димы я так понимаю не было вот конфликтов но вы по крайней мере не в курсе не успел он нет мы в курсе всех его друзей которые у него есть до врагов у него точно нет и он просто домашний был он постоянно дома находился представьте ему по попе ни разу не хлопнул даже не успел не за что но понятно я своих тоже никогда не бил и я вас прекрасно понимаю да он просто безотказно он послужен он вообще у нас только он добрый мальчик был он занимался театралом рисовал рисовать ходил художественную у них кружков много ходил в театральное занимался совсем другие не уличные это скорее всего какая-то случайность ну хотя могли и может быть даже следить тут тоже не надо это момент как бы отсекать может кто-то подглядывал поглядывал у нас время уходит у нас камеры хранения видеоматериал уже закончилась про все все спасибо давайте мы закончим если что еще раз сочувствие вам глубоко спасибо что вышли на контакт давайте будем заканчивать и крепитесь дернитесь если что мы рядом до свидания до свидания еще раз повторяю буду крайне благодарен на распространение репостом давайте проявим активность давайте поможем этому делу разойтись информационно как можно шире чтобы все-таки следственный комитет просто выполнил как положено свою работу больше от них ничего не требуется пишите свое мнение по этому поводу комментарии очень важно возможно мы проведем прямой эфир с родителями если это будет необходимость конечно в этом какая-то и вы захотите с ними пообщаться но на этом я могу только сказать до новых встреч друзья